В эфире утро 24 КАЗ. О событиях начала этого дня расскажем мы Луна Раисен и Тимур Саппар. Мы начинаем. Казахстан при поддержке ООН проведет региональную климатическую конференцию в 2026 году, заявил на форуме One Water Summit. Мероприятие прошло в столице Саудовской Аравии. Главной темой были вопросы водной безопасности. Саммит Казахстан проводят в партнерстве с Францией и считается частью инициативы One Planet. Ее 7 лет назад запустил президент Пятой Республики. Динар Абдирова продолжит тему. Водная безопасность, нехватка оживительной влаги и новые технологии. Эти вопросы в фокусе внимания участников форума One Water Summit. Он прошел столицу Саудовской Аравии. Главные организаторы – Казахстан и Франция. Поэтому приветственная речь была за лидерами двух стран. Водная безопасность – основа устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды. Современные вызовы требуют единого глобального ответа для обеспечения устойчивого будущего для всех. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Королевскому Высочеству за только что объявленный им план помощи всем регионам и странам, которые сталкиваются с проблемами. Главная цель саммита – обратить политический взор на водные вопросы. Сегодня больше двух миллиардов людей живут на планете без доступа к жизненно важному ресурсу. А еще четыре миллиарда испытывают серьезный дефицит воды. По словам президента, Казахстан четко осознает цену каждой капли. Все люди, особенно представители уязвимых групп населения и народов, проживающих на отдаленных территориях, вправе и должны иметь доступ к безопасной питьевой воде, соответствующей санитарным требованиям. Целевые инвестиции в климатическую водную инфраструктуру могут преобразить целые регионы, обеспечив надежный доступ к чистой воде и способствуя устойчивому росту. И к этой цели Казахстан уверенно идет. Наша республика поддерживает инициативу Fresh What the Challenge, внедряет водосберегающие технологии и совершенствует закон. На форуме Касымжумар Тукаев выступил с новыми инициативами. Президент предложил создать партнерство, которое объединит глобальные исследовательские центры для изучения защиты ледников. Ледники играют жизненно важную роль в глобальном водном цикле, питая реки и озера, которые обеспечивают водой почти 2 миллиарда человек по всему миру. Нам необходимо проводить совместные исследования и выработать единую политику, чтобы противостоять исчезновению ледников и поддерживать стратегии управления водными ресурсами в регионах, которые нуждаются в этом. В ближайшие пять лет государства Центральной Азии столкнутся с дефицитом воды. Таков прогноз экспертов. Нехватка угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту. Поэтому нужна общая позиция и заинтересованность всех стран, чтобы преодолеть водный кризис. Надо отметить важность международного сотрудничества вокруг воды. Эту тематику Казахстан очень хорошо знает, так как обладает общим водоразделом. И самый известный из них – Аральское море. Поэтому нужно обратить внимание на управление инновациями и финансированием водного сектора. Мнение экспертов поддерживает и президент. По его словам, вода не имеет границ. Она связывается у общества и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. Важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов. Каждый год страны Центральной Азии теряют больше 4 миллиардов долларов из-за неэффективного взаимодействия в гидроэнергетической сфере. Это данные Всемирного банка. Казахстан готов внести свою лепту в коллективные усилия и предпринимает все меры для решения водного вопроса. Мы планируем накопить более 10 миллиардов кубометров воды. Это за счет снижения потерь на 50% по регационным каналам. Во-вторых, у нас увеличится объем накопленных вод за счет новых водохранилищ. И также мы планируем улучшить прогнозирование учет при внедрении цифровых технологий. С учетом прогнозирования роста населения в Казахстане, так и в Центральной Азии, очень важно развивать политику водоспережения и развивать региональное сотрудничество. Демографический рост населения и изменение климата уже влияют на глобальный водный цикл. Каждый год засухи и наводнения затрагивают больше полутора миллиардов человек во всем мире. Их последствия Казахстану, который пережил паводки, хорошо известны. Поэтому надо внедрять новые технологии, а они, в свою очередь, улучшат систему раннего предупреждения. Только так можно снизить риски и защитить население. Казахстан, как и другие участники форума, заинтересован в решении глобального водного кризиса. Уже в 2026 году наша страна при поддержке ООН проведет региональную климатическую конференцию. Динара Абдирова и Ислам Мохамбет при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, 24КИЗ. Продолжение. Свыше полутора миллиардов кубометров воды направят в Аральское море до апреля 2025 года. С начала этого года Северный Арал уже принял 2 миллиарда кубометров воды. Принятые меры позволяют накопить необходимые объемы воды на предстоящий поливной сезон на юге. Полноводность Арала наращивает в формате межгосударственных соглашений в Центрально-Азиатском регионе. Кроме этого, заполняют стратегически важное для южных областей Шардаринское водохранилище. Параллельно внедряют водосберегающие технологии. Местным аграриям удалось сэкономить до 200 миллионов кубометров воды, которую также направили в Северный Арал. В прошлом году направили в Аральское море свыше 2 миллиардов кубометров воды. В этом году мы увеличим пороги наполняемости. Этой зимой Арал значительно прибавит в полноводности. И это будет заметно. О ситуации по сохранению Северного Арала мы прямо сейчас поговорим с нашим гостем. У нас в студии руководитель управления комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сакен Отель. Мы вас приветствуем. Добро пожаловать. И сразу давайте перейдем к первому вопросу. Вы слышали и экспертов, и информацию, которую мы читали раньше. Как в целом предстоящий сброс воды именно в Аральское, в Северный Арал в 2025 году повлияет на экосистему региона? Безусловно, сброс воды это очень важный шаг в целях улучшения экосистемы региона. В первую очередь это увеличит зарубление Северного Аральского моря. Также увеличение акватории, то есть увлажнение прилегающих территорий, уменьшит полевые бури, которые на сегодняшний день там создают определенные проблемы для здоровья местных жителей. Естественно, в целом улучшится микроклимат региона, уменьшится оридность земли. И, соответственно, в целом как бы... То есть восстановление экосистемы неизбежно? Восстановление. Если да, мы будем планомерно все это направлять, естественно, экосистема улучшится. А какие конкретные меры нужны для долгосрочного сохранения Северного Арала после предстоящего сброса? Я так понимаю, если сброс не делать, он высохнет так же, как и основной Арал? Ну, естественно, сброс — это только первый шаг в восстановлении Аральского моря. За ним надо проводить комплексные мероприятия. Именно это активно применять водосберегающие технологии, так как основной потребитель реки Сардарья, который обеспечивает поступление воды в Аральское море, является сельскохозяйством. Соответственно, мы в этом направлении активно работаем. Также активно работаем в модернизации и реконструкции ирригационных систем, что позволяет нам уменьшить потери воды. И вот этот объем воды мы можем также направить в Северное Аральское море. Таких мероприятий множество. Это в том числе технического характера, так же и просветительского характера, как местные жители будут экономно воду употреблять и тому подобное. Ну, как сказал мой коллега Тимур, действительно, мы уже потеряли основную часть Арала. Есть возможность сохранить Северный Арал, поэтому это прям поэтапная стратегия, которая должна привести к положительному результату. А какую роль в этом могут сыграть в целом местные сообщества и экологические инициативы в поддержке того же восстановления озера? Ну, местные жители и, скажем так, экологические организации – это в целом основной партнер наш именно в реализации наших задуманных мероприятий. Почему? Потому что местные жители на сегодняшний день уже активно участвуют, например, в высадке Саксаула на высадочемне. Это позволяет, как я уже говорил, уменьшить пылевые бури. Также экологические организации, они проводят большую работу именно в образовательной сфере. То есть проводят семинары, тренинги, благодаря которым местные жители информируют о проблеме, как важно, надо экономить воду, почему надо применять водосберегающие технологии. Вот такие мероприятия. Также немаловажно, это сейчас там развивается экотуризм, благодаря которому это не только создает рабочие места, также дает огласку широкой общественности. То есть там приезжают туристы, узнают о проблеме и также помогают. Экотуризм, скорее всего, как раз таки нацелен на то, чтобы осведомить наиболее количество экоактивистов к проблеме. Окей, а какие действия можно предпринять, чтобы минимизировать негативное влияние? Вы озвучили несколько, давайте резюмировать. Под негативным влиянием вообще что подразумеваете? Соль вот эта с одного высохшего озера, еще что? Да, соль, уменьшение вот этой пылевой бури, полномочные органы уже занимаются, например, высадкой лесов. Эта работа активно в последние годы ведется. Но так как, как я уже сказал, основой потребителей – это сельскохозяйство, мы в первую очередь должны в этом направлении работать. То есть, как я уже сказал, мы активно работаем над внедрением водосберегающей технологии. К примеру, в текущем году наше совместное министерство сельскохозяйства увеличило субсидирование на внедрение водосберегающей технологии с 50% на 80%. То есть, это значительно помогает фермерам внедрять водосберегающую технологию. И за прошлый вегетационный период мы сэкономили, благодаря внедрению водосберегающей технологии, сэкономили порядка 200 миллионов кубометров воды, что позволило нам дополнительно направить в Аральское море. И также, в текущем году у нас приняты два таких конструктуальных документа. Это концепция управления системой водными ресурсами и комплексный план развития водного хозяйства, в которых предусмотрены мероприятия по развитию водохозяйственных сооружений. То есть, там уменьшение потерь, накопление воды, чтобы в дальнейшем ее направить, на вот эти озера, которые находятся близ Аральского моря и направлены сам Аральское море. Мы эту тему в этой студии затрагиваем не первый раз. До этого были и ваши коллеги, эксперты. Вегетационный период как часто проводится? Вегетационный период, он... Два раза вроде бы, да, в году? Вегетационный период, он длится у нас с 1 апреля по 1 октября, 6 месяцев в среднем по республике. И в текущем году вегетационный период в целом пошел благополучно. Дал свои плоды и есть вода в озере. Мы про это хотим спросить. То есть, есть и вода, и есть возможность сохранить. Да, если мы, например, в прошлые годы вегетационный период направили в Араль в среднем 300-400 миллионов, в текущем году нам порядка миллиарда удалось направить. Мы сейчас проговорили про Северный Арал, о том, как можно сохранить и объемы воды, и как улучшить, включая технологию ирригационных систем. С нами был в студии руководитель управления комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Сакен-Отель. Спасибо вам, что вы были с нами. Благодарим. И затрону эту важную тему. Мы продолжаем. За последние два десятилетия 40% мировых земель подверглись деградации. Это, по мнению экспертов ООН, напрямую связано с продолжительными засухами и экстремальной жарой. В результате чего более 3 миллиардов человек столкнулись с потерей урожая, нехваткой продовольствия и дефицитом питьевой воды. То есть ситуации и во всем мире неутешительны. Как в разных странах пытаются решить проблему деградации почв, узнаем прямо сейчас у нашей коллеги, международного обозревателя Сандугаш Байганыш. Сандугаш, приветствуем. Здравствуйте, коллеги. Лунара, как раз вот эта тема, которую вы озвучили, она стала ключевой на повестке 16-й сессии Международной конференции ООН по борьбе с пустыневым небом, которая сейчас проходит в Ириаде. Цель встречи — объединить мировых лидеров и экспертов для работы по восстановлению земель и лесов, а также повышению их устойчивости к засухам. На эти задачи потребуется больше 2 триллионов долларов к концу десятилетия. Цифру озвучил исполнительный секретарь 16-й конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тяу. То, как мы сегодня управляем нашей землей, напрямую определит будущее жизни на планете. Цена деградации земель проникает во все аспекты жизни. Это заметно, например, по росту цен на продукты питания и дополнительных расходах на энергию. Потеря земель и почв лишает бедные семьи питательной пищи, а детей — безопасного будущего. К 2050 году последствия засухи ощутят на себе до 7,5 миллиардов человек. ООН приняла Конвенцию по борьбе с опустыниванием еще 30 лет назад. Однако инициатива так и не смогла полностью решить проблему засухи, которая охватила в том числе регионы Южной Азии, Латинской Америки и Африки. В последние годы засушливый климат душит юго-запад Европы, а также центральную и юго-западную часть США. Форум в Ириаде только подчеркивает актуальность проблемы изменения климата. На его площадке прозвучало заявление, что частота засух возросла на 29% за последние два десятилетия. Участников призвали усилить международное сотрудничество в адаптации к новым климатическим реалиям. Очевидно, что борьба с опустыниванием требует грамотного руководства, проработанной законодательной базы, высокой степени участия общественности и местных органов управления. Кроме того, необходимы инновации и новые технологии. При этом важен также традиционный опыт. Китай – одна из стран, принимающая активные меры по борьбе с опустыниванием. Поэтому государство выбилось в мировые лидеры по решению экопроблемы. За последние 40 лет удалось восстановить 4 миллиона гектаров земель, пострадавших от засухи, а на 80 тысячах гектарах высажено 14 миллионов деревьев. Такой динамики Китай добился благодаря реализации государственных проектов по сдерживанию эрозии почв и лесовосстановлению. Всего таких программ реализовано около 300. Самый масштабный из них называется «Три северных защитных пояса». В рамках инициативы китайские фермеры используют технологии. Например, в северо-западной провинции Ганьсу широко применяют методы капельного орушения и установки песчаных барьеров. В рамках борьбы с опустыниванием мы высаживали такие деревья, как саксаул и красная ива. На землях, ранее непригодных для земледелия, мы выращивали растения. Это способствовало не только улучшению природного ландшафта, но и повышению доходов фермеров. Наш китайский опыт в борьбе с опустыниванием может пригодиться странам Центральной Азии, которые участвуют в программе «Один пояс, один путь». Африканские государства тоже могут у нас многому научиться. Например, метод шахматной укладки соломы в пустыне. Это очень простой, но при этом очень эффективный способ остановить пески. В последние два года центральноамериканская страна Панама переживает сильную засуху за всю историю наблюдений. Через центр государства проходит Панамский канал. Это важный судоходный путь, который связывают Атлантические и Тихие океаны. На фоне экстремальной температуры в регионе сократился объем пресной воды. Из-за этого администрации канала пришлось уменьшить проходимость судов вдвое. Чтобы восполнить водные ресурсы, там планируется строительство нового водохранилища. Оно также необходимо для обеспечения потребностей местного населения. Наши озера уже не справляются с растущей нагрузкой. В настоящее время 2,5 миллиона человек испытывают дефицит чистой воды. Это половина всего населения Панамы. Строительство нового водохранилища позволит не только удовлетворить потребности в ресурсе, но и восстановить экологическое равновесие в регионе. Это инвестиция в будущее поколение. Стоимость строительства плотины может составить 1,6 млрд долларов, почитала администрация Панамского канала. Там возведут дамбу высотой 80,5 метров и объемом почти 1,5 млрд кубометров, что позволит увеличить количество судоходных транзитов в засушливый сезон и обеспечить питьевой водой население Панамы. Если правительство страны одобрит реализацию проекта, на это уйдет около 6 лет. Засуха и опустынивание являются одними из самых разрушительных стихийных бедствий, отмечают в ООН. Это явление приводит к неурожаю, лесным пожарам, острому дефициту воды и, как следствие, к гибели скота и продовольственной необеспеченности населения. К 2050 году площадь земель, потерявших плодородие, может увеличиться до 90%. Конференция в Ириаде продлится две недели до 13 декабря. И все это время участники форума ждут дискуссии и переговоры. Самое главное, чтобы они привели к результатам, потому что действительно это стихийное бедствие, которое напрямую повлияет на жизнеспособность планеты и населения. Спасибо. Мы благодарим тебя за обзор. Как всегда, очень подробно, внят нам международный обозреватель Сандулаж Байгуаныш. Продолжаем. Тем временем почти 3 миллиона гектаров неиспользуемых и незаконно выданных сельхозземель вернули в собственность государством. С начала года основные нарушения, связанные с обходом конкурсных процедур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Сейчас большую часть этих угодий распределяют между фермерами, однако у них возникают вопросы по поводу прозрачности этой процедуры. Подробности узнавала наша коллега Бульдана Кален. Получить пустующие земельные участки поблизости не так просто, жалуется карагандинский фермер Ержан Сакенов. Начинающий предприниматель планирует приобрести коров в рамках госпрограммы, но содержать их негде. Крупные хозяйства, которые переехали из других мест, заняли земли у нас в селе, но не используют их. Есть даже пустующие участки. Если бы эти участки передали нам, начинающим фермерам, мы бы работали и использовали их по назначению. Сегодня в стране земли селихозназначения предоставляют на конкурсной основе. Организовывают их, как правило, акиматы. Согласно земельному кодексу и правилам, утвержденным в Министерстве сельского хозяйства, земли получают те аграрии, кто, участвуя в конкурсе, наберет больше баллов. Эти баллы начисляют за количество создаваемых рабочих мест, площадь посевов, поголовье скота, наличие техники квалифицированных специалистов, а также за применение агротехнологии. Однако в июне этого года условия изменились, после чего участников конкурса начали оценивать по другим признакам. Но в Национальной палате предпринимателей считают, это ведет к серьезным коррупционным рискам. Объем медицин, которые будут вложены в последующем, в будущем, там, во-первых, нету даже сроков. Какой период? Пять лет? Десять лет? То есть можно все, что угодно указывать и при этом получить максимальный балл. Люди поняли, как это работает. И в конце, если баллы одинаковые, тогда земельная комиссия уже определяет победителя путем голосования. И есть примеры, есть факты, когда Аким, сельский Аким, говорит, вот я знаю этот опыт, но он хороший. То есть на основе субъективного мнения определяет победителей. О проблеме в Минсельхозе знают. Изменения в действующий закон выносить планируют. Для исключения человеческого фактора и снижения коррупционных рисков ведомство планирует перевести конкурсный процесс в электронный формат. Вот 8 мая 2024 года издан указ президентом о мерах по либерализации экономики, которые в рамках этого проводятся мероприятия по оцифровке данных о сельхоземель и обеспечению обязательного использования электронного конкурса при их предоставлении. После внесения изменений, вот как раз и вот этот наш земельный кодекс о проведении конкурсов в электронном варианте, и мы будем вносить изменения как раз и в наше правило. То есть мы на сегодняшний день принимаем все сторонные меры, чтобы обеспечить прозрачность. Оцифровку земельных участков в стране планируют завершить через два года. И только после этого возьмутся за земельный кодекс. А пока фермеры продолжают следовать с текущим правилом. Ежегодно в мире от болезней, вызванных с загрязнением воздуха, еще одна проблема, умирают порядка 8 миллионов человек. С 2019-го цифра возросла почти на полтора миллиона. Как сообщает ЮНИЦЕФ, чаще всего здоровью угрожают хронические, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания легких, инсульт и онкология. Причина тому повышение концентрации микрочастиц в атмосфере. Они появляются в результате лесных пожаров, сжигания ископаемого топлива и мусора. Во всемирной организации здравоохранения предупреждают, что средняя концентрация мельчайших частиц и пыли не должна превышать 5 микрограммов на кубометр. В антирейтинг стран с самым загрязненным воздухом IQ Air в 2023 году возглавили Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо. Общественный экологический совет создадут в Восточно-Казахстанской области. Контролировать качество воздуха местные власти привлекут независимых экспертов-экологов с профильным образованием. Это будут специалисты, Тимур, и они не связаны с промышленными предприятиями региона. В организацию вступят реактивные горожане. Накануне Усть-Каменогорск утопал в едком смоге. Из-за безветрия в городе несколько дней сохранялись неблагоприятные метеоусловия в целях безопасности. Горожан школы перевели на дистанционный формат обучения. На востоке страны работают 58 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Первые руководители области настаивают на усиление экологического контроля над заводами-загрязнителями. К 10 действующим постам газгидрометра предлагают добавить дополнительные, а также наладить систему раннего оповещения населения. При этом промышленники не должны препятствовать проверкам, а наоборот, содействовать решению экологических проблем региона, считает общественник Даулет Асанов. Совет нужен. По крайней мере, я несколько лет назад советовал Акимату области создать нечто подобное. Если там будут руководители управления, они будут заинтересованы в том, чтобы выбить средства на реализацию советуемых или предлагаемых мероприятий, то тогда это будет большой плюс. Этот смог, кстати, наблюдался и у нас в Эстонии недавно из-за циклона. В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, если продолжать эту тему. Туман накроет большую часть территории страны, а именно западный и восточный Казахстан, Казалардинскую и Мангистауской области. Гололед прогнозируют в Джамбылской и Актюбинской областях. Ветер с порывами до 20 метров в секунду синоптики отмечают в северо-казахстанской области. В Эстонии сегодня переменная облачность, временами ожидается снег, температура воздуха днем до 3 градусов мороза. В Алматы и Шимкенте без осадков. Президент Южной Кореи Юнцок Йоль отменил военное положение, которое вел накануне ночью. Такое решение глава государства принял после того, как 190 из 300 депутатов Южно-Корейского парламента Национальной ассамблеи проголосовали за отмену военного положения. Лидеры политических партий и общественных движений страны критикуют Юнцок Йоля и требуют от него уйти в отставку. За ситуацией в Сеуле следит наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Он сейчас на прямой связи со студией. Владислав, как слышно? Давайте проверим связь. Доброе утро. Какова там обстановка? Владислав, к сожалению, перебью. Вас не слышно. Давайте проверим звук. Либо с нашей студией технической. Либо подключимся. Или у вас все-таки нужно включить микрофон. Проверьте, пожалуйста. Я напоминаю, что это наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой, который следит за... Слышно меня? Нет? Да, вот сейчас. В окно. Да, коллеги, эта ночь была бессонной для многих жителей Южной Кореи. Не дал уснуть президент страны Юнцок Йоль. Накануне примерно в 22 часа 25 минут он объявил военное положение. В связи с тем, что антигосударственные силы, он имел в виду парламент, большинство которым составляют оппозиционные партии, пытаются парализовать основные функции страны и разрушить конституционный порядок либеральной демократии. Юн посетовал на то, что Национальная ассамблея предложила импичмент 22 правительственным чиновникам с момента его инаугурации. По словам главы государства, парламентарии урезали бюджеты на основные функции. Это борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, поддержание общественного порядка. Около часа ночи депутаты Национальной ассамблеи, несмотря на то, что здание парламента было оцеплено военными и полицией, смогли попасть внутрь и проголосовали за отмену военного положения. И сегодня в 4.30 утра на созданном главой государства заседании правительства было принято решение отменить военное положение. При этом Юн Сок Ёль вновь раскритиковал действия депутатов парламента. Я прошу Национальную ассамблею немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование государства посредством неоднократных импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом. А как теперь развивается ситуация после отмены военного положения? Военное положение было введено впервые за 45 лет, когда в 1979 году после смерти Пак Чон Ки власть захватили военные. Поэтому решение Юн Сок Ёля подвергли критике практически все политики. У нас, кажется, к сожалению, прервалась связь. Я благодарю. Это был наш коллег. Владислав, а сейчас попробуем, может быть? Вот, восстановилось. Владислав, вас не было слышно. Повторите, пожалуйста. Да, я сейчас еще раз повторю. Военное положение было введено впервые за 45 лет, когда в 1979 году после смерти Пак Чон Ки власть захватили военные. Поэтому решение Юн Сок Ёля подвергли критике практически все политические партии и общественные движения. Даже партия власти, к которой относится Юн Сок Ёль, извинилась за действия главы государства. Люди, собравшиеся возле парламента, решения депутатов об отмене военного положения встретили аплодисментами и начали скандировать президента в отставку. Появились сведения, что сегодня на закрытом заседании Верховного Совета партии власти принято решение о выходе президента Юн Сок Ёля из партии, отставке всего Кабинета министров и увольнении министра национальной обороны Ким Юн Хёнов. На собрании в оппозиционной демократической партии в парламенте депутаты потребовали немедленной отставки президента Юна, заявив, что объявленное накануне военное положение является нарушением Конституции и что если президент Юн не согласится с этим, то будет инициирована процедура импичмента. Корейская конфедерация профсоюзов объявила бессрочную всеобщую забастовку, требуя немедленной отставки президента Юн Сок Ёля. Протестующие обвинили президента в злоупотреблении полномочиями для сохранения власти во время того, что они назвали политическим кризисом, созданным им самим. Это ситуация, когда нарушение президентом Конституции и закона становится очевидным, и президент совершает серьезное преступление, которое представляет собой мятеж. Такие вещи никогда не должны происходить. Такое ощущение, что мы возвращаемся в эпоху диктатуры. Я считаю, что президент Юн не должен действовать в одностороннем порядке. Я бы хотел добавить, что сегодня депутаты парламента намерены предложить рассмотрение импичмента президенту Юну. По закону о национальном собрании парламентарии должны проголосовать анонимно в течение 72 часов с момента такого представления на пленарное заседание. Конституция предусматривает, что импичмент президента должен быть одобрен большинством членов национального собрания и не менее 2-3 членов национального собрания. Пока это вся информация к данному часу, мы следим за развитием. Благодарим. Напоминаю, что это был наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Той. И мы продолжим узнавать результаты и в целом ситуации в Южной Корее от вас. На фоне политического кризиса акции южнокорейских компаний упали на торгах в США. Курс Воны обновил минимум за два года. Он упал почти на 3%. Как отмечают Блумберг, это стало сильнейшим падением для Воны со времен мирового финансового кризиса с 2008 года. Однако после того, как в стране отменили ранее объявленное военное положение, нацвалюта начала сокращать потери и снижение курса замедлилось. Американская администрация и военные США находятся в контакте с властями Южной Кореи. Представитель американского госдепартамента Ведан Пател заявил, что Вашингтон поддерживает решение депутатов парламента в Сеуле. Напомню, они выступили против военного положения. За его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в цепленное здание Национальной Ассамблеи. Представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что политический кризис не повлияет на союзные отношения с Южной Кореей. С серьезной обеспокоенностью наблюдаем за последним развитием ситуации в Южной Корее. Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с правительством республики. Наша приверженность Альянсу и защите Республики Корея нерушима. Прогресс, достигнутый в трехсторонних отношениях между Республикой Кореей, Японией и США, очень важен и будет оставаться для нас важным. В связи с этим посольство нашей страны в Сеуле призывает граждан Казахстана, находящихся в данный момент в Южной Корее, сохранять спокойствие и строго соблюдать рекомендации местных властей. Дипломаты посоветовали воздержаться от участия в массовых мероприятиях. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нашим согражданам рекомендуют обращаться в посольство по телефону горячей линии. Номер вы видите прямо сейчас на экране. Это утро 24КЗ. Продолжаем выпуск. Девять человек погибли в результате авиаудара армии Израиля в пригороде города Газа. Разрушено здание школы, сообщает рейтер. На момент атаки в нем находились женщины и дети. По данным медиков, за прошедшие сутки в палестинском анклаве погибли 23 человека. Большинство из них в городе Бейт-Лахия, на севере сектора, в армии Израиля. Заявляют, что все атаки нацелены на членов радикальных группировок и их инфраструктуру. Вновь ухудшается гуманитарная обстановка в секторе Газа. Всемирная продовольственная программа ООН обеспокоена возрастающим числом голодающих. Ситуация ухудшилась после решения организации прекратить поставки гуманитарной помощи через главный контрольно-пропускной пункт. Так как конвои подвергаются нападениям со стороны вооруженных банд. Тем временем сотни тысяч палестинцев живут в палаточных лагерях для беженцев, полагаясь на международную помощь. В ноябре ее получили около 400 тысяч человек. Необходимо обеспечить функционирование КПП Керем Шалом, который является ключевым пунктом въезда. Полтора миллиона палестинцев на юге остро нуждаются в помощи. Мы должны обеспечить безопасность не только на самом пункте, но и за его пределами. Ситуация ухудшилась в последние недели. Если в июне, июле и августе мы могли помогать примерно миллиону человек в месяц, то сейчас доступ значительно ограничен. Продовольственный кризис нарастает и в сирийском Алеппо. Из-за боевых действий люди не могут купить. Даже самое необходимое им помогает гуманитарная организация. Накануне волонтеры раздали около 36 тысяч буханных хлеба. А один из турецких фондов предоставил продукты питания для 70 семей, перемещенных из западного Алеппо и Идлеба. Напомню, в воскресенье повстанцы захватили второй по величине город Сирии. Опасаясь угрозы для жизни, тысячи людей покинули свои дома. Мы продолжаем говорить о событиях в мире. Во французском парламенте оппозиция выдвинула в отум недоверие премьер-министру Мишеле Барни. Поводом стал спорный законопроект о бюджете социального страхования на следующий год, который депутаты отказались принимать. В ответ Барния провел его в обход, что вызвало массовое недовольство. Парламентарии назвали документ самым жестоким, так как в нем предусмотрено сокращение бюджета на социальное обеспечение, что может повлиять на выплаты пенсий, пособи по безработице и другие программы. Эти меры восприняли как удар по самым уязвимым слоям населения. Сегодня депутаты надсобрания Франции рассмотрят ввод ум недоверия оппозиции. Если его поддержит большинство голосов, то правительство будет вынуждено уйти в отставку, став самым недолговечным в истории Пятой Республики. Кроме того, парламентарии планируют потребовать сложить полномочия президента Эммануэля Макрона. Депутаты обвиняют его в расточительстве. Оппозиция указывает на бесконтрольные расходы лидера страны в период пандемии и других затратах, которые привели Францию к экономическому тупику. Уровень рождаемости в Европейском Союзе на историческом минимуме. По данным Евростата, в 2023 году родились 3 миллиона 665 тысяч детей. Это на 5,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 60-х годах на территории еврозоны на свет появились около 7 миллионов младенцев. Демографы связывают спад рождаемости с несколькими факторами. Рекордная инфляция, последствия COVID-19 и обеспокоенность европейцев изменением климата. Особенно заметно снижение в Италии, Испании, Греции, Польше, Финляндии и странах Балтии. Еще один тренд. Европейские женщины стали позже рожать. Средний возраст матери при рождении первенца увеличился до 30 лет, тогда как в 2013 году первородками считались 28-летние. За последние 10 лет также выросла доля детей, рожденных женщинами старше 40. Возвращаемся к новостям в нашей стране. Индексацию пенсий и пособий проведут в Казахстане. В новом году размер солидарной пенсии увеличат на 8,5%, а базовый на 6,5%. На такой же уровень повысят пособия. Такие данные привел министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. По его словам, в следующем году на 42 вида социальных выплат в республиканском бюджете предусмотрено больше 6 триллионов тенге. Эта статья расходов выросла на 12,5% по сравнению с этим годом. Еще порядка 875 миллиардов тенге выделили на адресную помощь малообеспеченным семьям. Работникам научных организаций с нового года поднимут зарплату на 17%. В этом году она уже выросла на 18%. Что касается стипендий, то их тоже повысили еще с 1 сентября, плюс 20% по программе бакалавриата. Стипендия магистрантов и докторантов выросла на 15%. А теперь перейдем к курсу валют. По данным Национального банка, доллар стоит сегодня 523 тенге 17 тен. Евро составляет 550 тенге и 6 тенов. Юань на данный момент 71 тенге 81 тен. А рубль 4 тенге 93 тена. В Казахстане все чаще стали появляться энергоэффективные дома. Больше тысячи жителей страны приобрели такое жилье по программе «Зеленая ипотека». Наш коллега Алишер Ашимов изучил тему и расскажет, в каком регионе она пользуется наибольшим спросом и почему. Алишер, доброе утро. Расскажи, где больше всего пользуются спросом так называемые «зеленые» квартиры. Коллеги, доброе утро. В прошлом году казахстанцы приобрели такое жилье почти на 28 миллиардов тенге. В основном они пользуются спросом в мегаполисах, а также в шести регионах страны. Обо всем по порядку в ближайшие минуты. Ждем. Отбасы банк расширит свои жилищные программы в следующем году. Проекты «Умай» и «Зеленая ипотека» предоставят казахстанцам возможность получить ипотечные кредиты на покупку или ремонт жилья как первичного, так и вторичного рынка, а также строящегося жилья. Финансирование программ станет возможным благодаря кредиту в размере 90 миллиардов тенге, которые Азиатский банк развития предоставит Отбасы банку. Программа «Зеленая ипотека» доступна казахстанцам в пилотном режиме с прошлого года. Она позволяет приобрести жилье, построенное с применением экологически чистых технологий и материалов, что минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Обязательные условия для получения займа – это наличие первоначального взноса в размере 20%, ставка по кредиту составляет 12,5% годовых, максимальная сумма займа – 35 миллионов тенге. Статус «Зеленого дома» присваивается только с прохождения, после прохождения международной или казахстанской сертификации, говорят эксперты. Собственник платит меньше за коммунальные услуги. Вот приведу простой пример, особенно это относится к энергопотреблению. Не секрет, что сейчас тарифы за тепло и электроэнергию возрастают в Казахстане. И вот по нашему стандарту ОМИР мы принимаем сертификации издания, которые соответствуют классу энергоэффективности С-плюс и выше. В следующем году мы переходим на более высокий стандарт, и там уже отклонение будет достигать 30%. То есть априори эти здания должны экономить 30% энергии. Такие жилые комплексы становятся все более востребованы на рынке недвижимости, говорят эксперты. Однако доля зеленых домов остается незначительной. За два года в стране сертифицировали всего 80 объектов. В Казахстане зеленое строительство активно развивается. Объем работ в этой сфере в прошлом году увеличился больше, чем в два раза и составил 39 миллиардов тенге. Данные привели в бюро над статистики. Несмотря на значительный рост в 2023 году, доля экологичных домов в общем объеме строительства в Казахстане пока составляет лишь 0,5%. Это говорит о том, что у отрасли есть огромный потенциал для дальнейшего развития, считают эксперты. В этом году, согласно постановлению правительства, стандарт ОМИР был включен в перечень токсономии зеленых проектов. Предприниматели, которые имеют такой зеленый сертификат, могут претендовать на выпуск зеленых облигаций. Это тоже будет способствовать росту интереса к зеленому строительству и со временем повысит интерес. Поэтому я смотрю оптимистично на перспективы развития зеленого строительства, прежде всего в плане того, что правительство поддерживает переход Казахстана на низкоглеродное развитие, принята стратегия достижения углеродной нейтральности. Это прямые следствия того, что этому вопросу будет уделяться повышенное внимание. И в завершении темы рынок ипотечного кредитования в стране демонстрирует устойчивый рост. С начала года объем жилищных займов увеличился на 42,5% и составил 498 миллиардов тенге. Данные привели в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. При этом на льготных условиях выдано ипотечных займов на 875 миллиардов тенге. Что касается средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам, то она выросла до 20%. На этом, коллеги, у меня все. Благодарим за обзор. Это был наш коллега, экономический обозреватель Алишер Ашимов. Спасибо. Астероид диаметром около метра вошел в атмосферу Земли и упал на территорию Якутии. Небесное тело полностью сгорело за считанные секунды, проходя плотные слои атмосферы. Яркую вспышку было видно в небе издалека. Ее успели заснять как на камеры видеонаблюдения, так и на телефоны очевидцев. По видео заметно, что астероид пролетел близко над домами и рухнул вдали от них. В МЧС по республике Саха сообщают, что повреждений пострадавших нет. А вот в Германии другое великолепие. Там установили самую дорогую рождественскую елку в Европе. Ее выставила компания ProAurum, специализирующаяся на торговле драгоценными металлами. Необычную композицию установили в офисе компании в Мюнхене. Она состоит из 2024 золотых монет, каждая из которых весом в унцию. Вместо звезды елка украшает большая золотая монета, вес которой составляет 20 унций. Это около 620 граммов. Учитывая высокие цены на золото, она также имеет весьма значительную стоимость. Цена композиции оценивается более чем в 5 миллионов долларов. Хотела бы я такую же елку домой. Я, кажется, знаю, что попросить под елочку, но в подарок. Золотые унции. Елку сразу с золотой звездой. Как по мне, так еще рано устанавливают елку. Но совсем скоро этим люди, конечно, все казахстанцы займутся. С этим, кстати, я бы поспорила. Спасибо за то, что были с нами. В студии для вас работали Тимур Саппар. И Лунар Исен, хорошего вам начала дня.